Девятый вопрос Споры бактерий, в отличие от спор грибов, действительно, между спорами бактерий и грибов есть разница Споры бактерий, они служат для защиты бактерий от неблагоприятных условий Когда повышается резкая температура или бактерии не хватает питательных веществ, то она образует споры для переживания неблагоприятных условий А грибам нужны споры для размножения, то есть это способ их размножения Поэтому в данном случае нам подходит вариант Четвертый Служит приспособлением к перенесению неблагоприятных условий То есть споры бактерий служат приспособлением к перенесению неблагоприятных условий Это четвертый вариант Десятый вопрос В растениях органические вещества передвигаются по Существуют в растениях ткани, которые выполняют проводящую функцию Они так и называются проводящие ткани Ткань, проводящая которая проводит воду с минеральными веществами от корней к листьям То есть обеспечивает восходящий ток Называется ксилема А проводящий элемент ксилема это сосуды Ткань, которая проводит образовавшиеся в листьях органические вещества От листьев к корням Называется флоэма И ее проводящим элементом являются ситовидные трубки Поэтому в данном случае нам подходит Так как у нас двигаются органические вещества Мы выбираем вариант 3 Ситовидные трубки У меня был урок по тканям растений И желательно для того, чтобы лучше разобраться в этой теме Его посмотреть, я вам советую, ссылочка в описании Одиннадцатый вопрос Какой цифрой на рисунке обозначен орган, в котором развиваются семя зачатки со сны? Итак, смотрите Под цифрой 3 у нас обозначена мужская шишка В которой формируется пыльца А 1, 2 и 4 Это уже этапы, то есть это последовательное формирование из семя зачатков семян В данном случае вариант 1 То есть первая картинка, первый рисунок под номером 1 Нам подходит, потому что именно там формируются семя зачатки 2 и 3, вернее 2 и 4 Это то, что происходит уже после оплодотворения Поэтому эти варианты нам не подходят Это уже образование семян В данном случае правильный ответ 1 Двенадцатый вопрос Жидкие продукты жизнедеятельности у инфузории туфельки выводятся через Инфузория туфелька это простейшее То есть это одноклеточное животное Тело которого состоит из одной единственной клетки У инфузории туфельки есть несколько органелл Которые способны выводить продукты жизнедеятельности Непереварившиеся твердые частички выводятся через порошицу А жидкие продукты жизнедеятельности выводятся через сократительные вакуоли Так как в данном случае у нас спрашивают Именно жидкие продукты жизнедеятельности через что выводятся То мы выбираем сократительные вакуоли У инфузории туфельки сократительные вакуоли имеют более сложное строение Чем например у амебы или у эвгленной зеленой И так же как и у гленной зеленой и у амебы Они так же контролируют давление внутри клетки Таким образом что они выводят избыток воды из клетки Давайте пройдемся по оставшимся вариантам Первый вариант парашицу Я уже сказала что это органеллы Которые выводят твердые продукты жизнедеятельности Непереварившиеся Второе клеточный рот Клеточный рот это отверстие в организме У инфузории туфельки в клетке Через которое она поглощает частички пищи Четвертый вариант пищеварительной вакуоли Выполняет функцию пищеварения Таким образом в данном случае правильный ответ Третий сократительный вакуоли Что ж ребята Сегодня мы с вами разобрали С 9 по 12 вопрос Демо версии ГББ за 2016 год Если что-то было непонятно То пишите свои вопросы в комментариях Если понравился разбор ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал Смотрите уроки по биологии А также рубрику Интересные факты А на сегодня все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok